Весна в этом году будет ранней. Потепление ожидается уже на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, в начале февраля в Самарской области снег начнет активно таять, а значит и половодие не за горами. Всю же эту неделю горожан проверял на прочность сильный мороз. Вместе с похолоданием в городе разбушевался и вирус гриппа. Как самарцы справлялись с напастями, расскажет Алина Чемерес. Мороз и солнце – все по классику. В самый холодный день января жители встречают ясная погода и холод. Этой ночью температура воздуха в регионе местами достигала минус 33, днем поднялась до 23 градусов. По словам синоптиков, потепление самарцам стоит ожидать только к пятнице. Чтобы зима не стала причиной простуды и обморожений, на улицу нужно выходить подготовленным. В зоне риска лицо и руки, поэтому мажемся кремом, желательно пожирнее. Это защитит нас от мороза. Ну и теперь остаются варежки тепленькие. Конечно же, шапка. Ну и теперь я готова. Можно идти. Своими рецептами, как пережить холода, делятся и самарцы. Главный ингредиент здесь – движение. По три часа хожу. И дышать надо. Обмен воздуха и все. Меньше стоять на месте, больше двигаться. Погода классная. Солнце в морозе все бодрится. Даже с таким оптимистичным настроением важно помнить про осторожность. В регионе ОРВИ уже заболели почти 11 тысяч человек. Шесть классов в четырех школах Самары закрыты на карантин. Заболевших множество по всей стране. Эпидемия гриппа уже пришла в Москву. Сложная обстановка в Дагестане, на Кубани и в Ростовской области. Это не повод для паники, уверяют самарские медики. А самое время внимательнее отнестись к своему здоровью. В Самарской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас превышен на 16%. Очень существенная часть из заболевших, цифры фигурирует и 30%, и даже более, будут инфицированы свиным гриппом. Он зачастую дает достаточно серьезные осложнения. Чтобы стойко перенести холода, достаточно выполнять простые правила. Регулярно проветривать помещение, как можно меньше находиться в людных местах, промывать носоглотку соляным раствором. Не стоит забывать и про главных врагов вируса – лук и чеснок. На телеканале «Самары ГИС» к делу подошли основательно и готовы дать отпор любой заразе. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А вы уже выбросили елку? Нет? Тогда они идут к вам. Коммунальщики нашли эффективный способ утилизации новогодних деревьев. В одном КАМАЗе они могут вывести сразу 100 елок. Каким образом, знает Марина Матвейшина. Они рождены, чтобы елки сделать пылью. Деревья, с честью и достоинством отслужившие новогодние праздники, дробят, щепки летят. Прежде чем пропустить ель через дробилку, ее нужно подготовить. И это уже ручная работа. Они бывают расходящиеся, надо рубить их, чтобы они прошли спокойно. Дробление деревьев – самый эффективный способ их утилизации. Это значительно сокращает силы и время рабочих. Так, в один КАМАЗ помещается не 20 полноценных елей, а сотни измельченных. При этом опилки – это не бесполезный мусор, а ценное удобрение. Приходят жители, конечно, просят, что когда у вас будет где дробилка. Соответственно, они приходят с мешками, собирают дробилку. На даче, да, это тоже очень актуально. Если кому жителям надо, мы никогда не отказываем. Потому что, если им это нужно удобрение, то ради бога. Коммунальщики будут дробить елки, пока мусорные контейнеры не опустеют. Деревья с остатками новогодними шуры, говорят рабочие, первые вестники весны. А вообще, народная примета «выбросил елку жди потепление» уходит своими корнями еще в языческие поверья. 30 января по языческому поверью день мороза и снегурочки. Он символизировал окончание зимы. Ведь не с горами широкая масленица. А от новогодних праздников остались щепки, да, пилки. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Лучший способ забыть об экономических проблемах – заняться чем-нибудь приятным. Например, сходить на каток. Тем более, в этом году выбор большой. Десятки ледовых площадок появились во дворах. И сразу стали для жителей любимым местом тренировок и отдыха. Алина Чемерес лично оценила качество льда. «Чтобы обыграть соперника, важно ловко маневрировать на поле и точно бить клюшкой по шайбе», – говорит Артем Харламкин. Хоккеем школьник занимается уже два года. Залог спортивного успеха признается регулярной тренировке. Каток на улице Белорусская, прямо рядом с домом. И оттачивать мастерство можно в любое время. «Это очень хорошо. Когда есть выходные или есть время свободное, вышел, покатался, отдохнул. Здесь всегда много народу, можно покататься, поиграть в хоккей». Поддерживать порядок на катке местным властям помогают жители. Мальчишки, рассекая лед, очищают его от снега. Для желающих покататься, а их немало, действует негласное расписание. С утра здесь проходят тренировки, а ближе к вечеру собираются все желающие. «Каждая спортивная площадка, которая у нас есть в Куршесском районе, она действительно на вес золота. Поэтому очень важно, чтобы площадок появлялось больше, они будут востребованы в любом количестве. У нас спортивный район. Мы знаем, где площадки, мы знаем, где заниматься. И в Куршесском районе площадки нужны, важны и востребованы». В Куршесском районе этой зимой залили 8 катков. Всего по городу их больше сотни. Главная задача, чтобы ледовые площадки были для жителей в пешей доступности. И это поможет привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. При осмотре катков представители городской администрации отметили, «Сегодня качество площадок лучше, чем в предыдущие годы». «Я считаю, работа у нас пошла в положительную тенденцию. Это связано и с реформой органов местного соуправления. Потому что работа более слаженная идет, более качественная. И мы видим это по результатам вот этого сезона, в каком качестве у нас находятся катки». «Лед здесь отличный, коньки едут как по маслу. Кататься можно как угодно, не боясь налететь на трещину. Прекрасные условия для тренировок и для отдыха. А для ребят, которые никогда не катались на коньках, есть отличная возможность научиться». «Алина Чаймерис, Максим Гусев, события». Новая медиаволна накрыла Самару. В рамках подготовки к молодежному форуму «Иволга-2016» в городе открылась медиашкола. Инициатива нашла огромный интерес студенческой среде. На открытие пришли около сотни человек. Как стать звездой соцсетей и при этом зарабатывать на лайках, знает Ольга Морозова. «Мне для чего невозможно. Три года назад я была гордовой девушкой. Такой маленькой гордовой девушкой, которая не верила в то, что она может стоять на сцене». Искусство самопрезентации от эксперта медиашколы. Человек-бренд. В наше время это звучит гордо. Теперь все желающие смогут пройти курсы по разным направлениям. Фотография, видеопродакшн, продвижение в соцсетях, тележурналистика и многое другое. Организаторы медиашколы выбрали то, чем сейчас особенно интересуется молодежь. Как показал форум Приволжского федерального округа «Иволга-2015», необходимо создать постоянную площадку, где студенты могли бы получать знания в области медиа-технологий. Наша задача, как мы ее видим, дать максимальную площадку. Назовем ее так стартовую площадку. Даем знания, даем знакомство, что немало важно в наше время. Возможно, даем инвесторов-спонсоров. Но хоть что-то сделайте, шагните сами дальше. Это ваш выбор. Хотите открывать свое дело, свою редакцию? Пожалуйста, получите образование определенное. В качестве спикеров планируют приглашать известных в Самаре и в стране деятелей медиапространства. Телеведущих, фотографов, основателей успешных интернет-проектов. Молодежь активно интересуется темой продвижения в соцсетях. Этому в университетах пока не учат, но есть люди, которые готовы поделиться опытом, как взорвать всемирную сеть и заработать на этом. Я маме не могу объяснить, чем я занимаюсь. То есть мама до сих пор как бы считает, что... Ну как, мама работает на телевидении, поэтому я говорю, мама, ну почти то же самое, что вот вы делаете, но немножко по-другому. Ей достаточно этого. Вот. По сути, мы делаем большие проекты. У нас несколько десятков миллионов подписчиков в социальных сетях. Первые мастер-классы пройдут уже на следующей неделе. Для самых успешных студентов создатели медиашколы обещают стажировку по разным направлениям. Ольга Морозова, Константин Головин, События. Космос на связи. Со станцией МКС астронавты ответили на вопросы школьников. Так открылись юношеские королевские чтения. В этом году они посвящены 55-летию полета в космос Юрия Гагарина. Юные ученые со всей России привезли в Самару свои проекты. Школьные мечты о Вселенной в репортаже Валерии Макаровой. Видеосвязь с бортом МКС в Аэрокосмическом университете удалось наладить впервые. Время самое удачное. Прямо сейчас станция пролетает над Самарой. Сигнал из космоса поймали ради школьников, которые съехались на королевские чтения со всей России. Вопросы сыпались один за другим. Как спят на борту, как выучиться на космонавта и какие эксперименты больше всего удивили экипаж. Больше сотни школьников из 26 регионов России. У каждого уникальный проект. Венера-Ход, скафандр будущего, школьный наноспутник. Это далеко не все интересные работы. Команда из Якутска задумалась даже о том, как будет жить человеческая колония на Марсе. Для их детей придумали специальную игрушку-ракету. Она заменяет букварь, шахмутную доску, учит завязывать шнурки. Паракеты будут все время выходить на улицу, и они не могут смотреть за детьми. Поэтому вот такая ракета будет нужна им от 0 до 5 лет. Для дошкольного развития. То есть мелкая моторика, сенсорика, память и так далее. На конференции шесть секций. От истории космонавтики до новейшей робототехники. И секция, где школьники представляют собственные разработки. Здесь есть дети, которые могут выступать и говорить, скажем, о космической пище. Вот еще о каких-то вещах, которые на первый взгляд, Господи, какие пустяки. На самом деле космонавтика – это как жизнь. Там нет пустяков. Там все достаточно важно. Юношеские королевские чтения, которые до этого проходили только в Москве и Калуге, возможно, теперь будут и в Самаре. Роскосмос доволен тем, как здесь справились с организацией. Кроме того, чтения могут стать международными. Уже есть заявки от юных ученых из Германии, Китая, Индии и Казахстана. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Логику, креативность и знание истории проверяли самарские студенты во время креативной сессии. В ней приняли участие больше 50 учеников, техникумов и колледжей. Это не просто развлечение, а возможность подтянуть пробелы в знаниях. Ловкость и сообразительность проверила Ольга Морозова. Фингерматорика рулит. Алексей уже полгода ломает голову над кубиком Рубика. Собирает его всего за 20 секунд. На головоломке парень подсадил всех друзей и знакомых. Теперь Алексей мечтает организовать в Самаре соревнования по кубику Рубика. Ученик 9 класса виртуозно ставит за счет по математике студентам, участникам креативной сессии. Все люди думают, о, кубик Рубика, его так долго собрать. И в основном вообще не знают, что в России и в мире есть люди, которые могут собрать за считанные 5 секунд. Мне очень помог кубик Рубика и в логике, и в общении. Во многом ничего. Я организовал клуб, например, в библиотеке, и теперь проводим тут встречи. Со многими людьми я познакомился. Задание на сообразительность и логику, креативность, знание истории и экономики. Ко дню студента более 50 учеников самарских техникумов и колледжей блеснули умом. Креативная сессия – это не просто развлечение. Ребята получают оценки в зачетку и могут восполнить пробелы в знаниях, например, русского языка и литературы. Есть такая замечательная станция, как экзамен по литературе. Там представлены русские поэты Сребряного и Золотого века. И, соответственно, может быть, кто-то не до конца знает их и может что-то новое для себя учерпнуть. И нечего неглижировать, то есть пренебрегать. Архаизм-тест с цитатами из классиков студенты восприняли на ура. Все интерактивно, модно и с огоньком. Участники, которые успешно прошли все испытания, получают звание «Стопроцентный студент». Ольга Морозова, Максим Гусев, События. Из Куйбышева в Самару. Ровно четыре года потребовалось инициативной группе, чтобы вернуть городу его историческое название. Соответствующий указ президент Борис Ельцин подписал в конце января 1991 года. Легко ли было переименовать название целого города, хронологию событий восстановила Валерия Макарова. В конце 80-х город разделился на два лагеря. Одни требовали восстановить историческую справедливость и вернуть Самару самарцам, а другие их затею называли не иначе, как антисоветской. Сейчас страсти поутихли, а жители другого названия и не представляют. Мне Самара нравится больше. Почему? Ну, как-то она более краткая, лаконичная, звучит приятнее. Мне, потому что более привычная, потому что родилась именно Самаре. Ну, красивое название, историческое, соответствует нашему городу. С инициативой переименовать Куйбышев в Самару выступил историк Петр Кобытов. Его единомышленниками стали журналисты, библиографы, врачи, больше 80 тысяч горожан. Но партийное руководство идею приняло в штыки. Что Куйбышевцы хотят? Вернуть название городу, а завтра они захотят вернуть царя. То есть вот этот негатив, он шел, по сути дела, по всей вертикали, начиная от районных партийных организаций и кончая даже российскими центральными культурными учреждениями. Имя революционера Валериана Куйбышева в стране носило в то время 40 населенных пунктов. Да и поныне в Самаре есть Куйбышевская площадь, улица и даже район. Отстоять свое историческое право на имя самарцам удалось. Десятки тысяч людей участвовали в этом движении, в этой борьбе за возвращение в Самару. Причем и на предприятиях, и в учреждениях, и на улицах. Для общественников, которые начали эту борьбу, дата 25 января стала еще одним праздником. Сегодня в Доме кино его отметили премьером фильма «Возвращение Самары». 25 января город не только вернул свое историческое название. В разные года именно в этот день принимали знаковые для Самары решения. Так в 1935 городской совет постановил начать строительство набережной реки Волга. А 25 января 1912 года стала точкой отчета истории электротранспорта в Самаре. Тогда городские власти решили построить первый муниципальный трамвай, который сейчас стал музейным экспонатом. Валерия Макарова, Максим Гуся, События. Счастливый случай. Театр, в котором сбываются мечты. Заслуженный артист России Олег Белов ставит спектакли с пациентами Самарской психиатрической больницы. Благодаря арт-терапии люди выздоравливают и выходят в реальную жизнь. На репетиции необычного театра побывала Мариана Мирная. Обалдать-то некогда. Обалдать-то некогда. Для бывшего библиотекаря Оксаны Сергеевой стихи Огни и Барто открылись с другой стороны. Пациент Касамарской психиатрической больницы активно идет на поправку. Помогает в этом работа в театре «Счастливый случай». Это очень нелегко играть детей и для детей. Я теперь понимаю, что и стихи писать тоже для детей не очень легко. Труднее, мне кажется, чем для взрослых. Потому что это, понимаете, особая аудитория. Это такая аудитория, которая принимает все сразу, на веру. И эту веру главное не разбить. Вера в детскую сказку подкреплена пусть и скромными, но умело сделанными декорациями. А из нашего окна «Площадь красная видна» спектакль по мотивам стихов Огни и Барто и Сергея Михалкова поставили в театре «Счастливый случай». Здесь есть и полицейский, и Мишка, 70-го года, которого артисты принесли из дома. И кукла, которую дочь актеров подарила театру. Ей было тяжело, когда я сказала, говорит, давай, она фактурная, отдадим ее в спектакль. И Лиза так сразу, и жалко, как же с ней расставаться. А потом говорит, нет, для спектакля – да, конечно. Основатель, руководитель и режиссер театра «Счастливый случай» Олег Белов на сцене по необходимости подменяет заболевшего актера. Текст и географию постановки знает за каждого персонажа и в каждом спектакле. «Здравствуй, детство» – уже пятая работа. Когда узнал, что в больнице есть детское отделение, решил, нужно сделать спектакль и для них. У нас есть уникальная возможность продлить детство. И мало того, что нас за это не осудят, а люди, наоборот, нас будут за это благодарить. Поэтому я говорю, кайфуйте. После репетиции традиционное чаепитие. «Счастливый случай» – это друзья, которые удачно совмещают приятное и полезное. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Красота Самарского края в картинах. В городской детской библиотеке открылась первая персональная выставка самарского художника Ильи Перепелкина. В экспозиции «Жигули и заповедные» 13 лучших его работ. Возможность еще раз полюбоваться знакомыми пейзажами есть у каждого. Весенний закат, затопленный лес. В картинах самарского художника Ильи Перепелкина запечатлены уникальные пейзажи. На выставке представлены работы последних лет. Есть и совсем недавняя – заснеженная улица в селе Ширяево. Чтобы написать одну работу, художник тратит от часа до четырех. Пейзажи, особенно летом, меняются очень быстро. И нужно успеть передать эту неуловимую красоту. Художник любит путешествовать, бывал в разных уголках страны. Но уверен, красота родного края не сравнится ни с чем. В каждом месте, в каждой природе есть своя красота. Но родина есть родина. Я очень люблю самарскую природу, особенно Джигулевские горы, Самарскую луку. Я очень рад, что здесь живу. Кроме картин, на выставке представлены и книги об истории и природе Самарской области. Все вместе для нас, как для библиотеки, это позволяет привлечь интерес к краеведческой такой литературе, детям именно. Первые посетители выставки – самарские школьники под впечатлением. Ребята не только посмотрели картины, но и узнали интересные истории из путешествий. Познакомиться с картинами самарского художника можно до 20 февраля. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова